Добрый вечер! Приношу извинения за отсутствие прошлого выпуска. Он не случился по некоторым техническим причинам, но тем не менее мы возвращаемся. За это время конечно случилось много событий, которые привлекали внимание, о которых неплохо было бы обстоятельно поговорить. Здесь и ситуация вокруг вырубки леса под Язелем в Сыктывдинском районе, здесь и почти укатившийся со Стефановской площади глобус, здесь и назначение руководителем секретариата председателя Государственной Думы нового созыва Ольги Савасьяновой, но все-таки мы вынуждены вернуться к основной теме последних полутора лет. Мы от нее никуда не можем деться, потому что с каждой неделей, практически каждым днем она являет нам новое лицо, она предстает нам в новом ракурсе. И мы этот ракурс сейчас расширим, точнее сузим до одного дня, потому что в этот один день, а именно во вторник 12 октября, произошло сразу несколько событий, но все на одну тему, фактически на тему культурного влияния коронавируса. Итак, в 11 часов вторника пришло сообщение об отмене заполярных игр в Иркуте. Они отменяются уже не первый раз, в прошлом году они также были отменены и по той же самой причине, разумеется, но в этом году они должны были быть украшены именем бывшего мэра Воркуты Игоря Шпектора. К сожалению, этого не случилось. Зато в 16.30 того же дня пришло обнадеживающее и как бы подслащивающее предыдущее сообщение, новое сообщение о том, что 18 октября на международном форуме Экспо-2020 в Дубае в рамках фестиваля русской культуры «Матрешка» выступит наш ансамбль «Асия Кыа». Туда помимо него приглашено только два подобных коллектива – ансамбль «Донских казаков» и «Карачаева-Черкесов». Пригласила туда, точнее поспособствовала приглашению на этот форум, разумеется, наша первая вице-леди Виктория Лопырева, которая там постоянно живет и выезжает оттуда достаточно редко. В Дубае вирус, очевидно, выжигается тропическим солнцем. В эти дни, в отличие от наших дождливых краев, там стоит такая погода, что днем температура достигает 35 градусов. Вирусу там делать, видимо, просто нечего. Правда, в 21.30 все это было обрушено еще одной новостью. Для культурных и спортивных мероприятий, где заполняемость зала превышает или ожидается, что превысит 50%, вводятся QR-коды. Естественно, QR-коды для того, кто привился, QR-коды для того, кто сам переболел и получил соответствующую справку с этим кодом, ну, либо прошел ПЦР-тест за последние трое суток. Вот так. И, наконец, уже когда время подходило чуть ли не к полуночи, пришло еще одно замечательное сообщение о закрытии в Сыктывкаре 36-й средней школы. Ровно по той же самой причине. Высокий уровень заболеваемости ковидом-19. Как по мне, здесь должна быть логика следующая. QR-коды теперь следует вводить и в школах, потому что, во-первых, тут практически стопроцентная заполняемость, а во-вторых, как раз и школьники, и, наверное, педагоги гораздо лучше просто владеют самой технологией QR-кода. Хотя здесь могут быть разные обстоятельства. И в сети уже идут рассказы о том, что, например, некий человек, как раз с целью проверки, как это работает, скачал QR-код, например, с упаковки чипсов и привел охраннику в какой-то клуб. И охранник его пропустил. А в ответ на замечание, так что же вы делаете, он сказал, так что же я делаю, что я, собственно, виноват, ведь если это кто-то обнаружит, буду не я, а вы, и он абсолютно прав. Вообще, собственно, надежду на то, что это будет работать и не будет вызывать таких уж сверхъестественных массовых неудобств, придает то, что в республике Коми, даже в Сыктывкаре и в Ухте, не так много культурных спортивных заведений, которые способны собрать аншлаги. Тем более, что последние дни, как известно, какие дни месяц, да какие месяцы, уже скоро два года будет как, все меньше и меньше становится выездных концертов каких-нибудь популярных в масштабах всей страны звезд. Поэтому, ну его 100%, половина зала это ведь тоже хорошо, во избежание соблазна, так сказать. Всего вам доброго.